В Калининградской области вновь взлетели цены на квартиры в новостройках. Об этом обнародованы данные Калининградстата. Средняя разница в цене на типичную однушку по сравнению с прошлым годом почти 300 тысяч рублей. Об этом и о том, что вообще происходит на калининградском рынке недвижимости, расскажет Анатолий Холодников. Средняя цена квадратного метра в новостройке типового класса в этом году составила чуть больше 90 тысяч рублей, в то время как в прошлом году он стоил около 84 тысяч. Так, цена однушки средней площади в 40 квадратов выросла примерно на 300 тысяч. На вторичном же рынке в последние два месяца наблюдается обратная тенденция. Это связано с тем, что очень высокая ставка по ипотеке на вторичном рынке. 17 процентов, то есть крайне редко берут квартиры на вторичном рынке в ипотеку. По новостройкам ситуация немножко другая, так как до сегодняшнего дня и по июнь месяц еще действует господдержка, то, конечно, клиенты переориентировались на рынок новостроек. Вторая причина, по словам риэлтора, то, что многие застройщики продают квартиры, что называется, под ключ. У покупателей нет необходимости возиться с ремонтом. И третий момент – это дефицит жилплощади в новых домах, поскольку за последние два года темпы строительства снизились, а вот спрос вырос. Это подтверждает и аналитики платформ частных объявлений. В нынешнем январе активность покупателей была на 13,7% выше аналогичного месяца прошлого года. В феврале спрос увеличился на 18% за год. За месяц он не изменился. По мнению экспертов, как минимум до 1 июля пока действуют льготные ипотеки, квадратные метры в новостройках, а такие кредиты дают только на них и продолжают дорожать. Сказываются и другие факторы. Если рассматривать с точки зрения застройщиков, то рост цен справедлив тоже не по конкретной причине. Банки выдвигают свои условия при работе с застройщиками, в том числе и комиссии, которые последние закладывают в стоимость жилья, как расходы. Учитывая инфляционные риски, цены на строительные материалы, те же земли, на которых будут возводиться новые дома, банальный спрос в конце 2023 года, все это дает основание полагать, что разрыв между стоимостью квадратного метра вторички и новостройки будет увеличиваться. По словам аналитиков, такая тенденция наблюдается по всей стране, но после того, как программа льготной ипотеки значительно сократится, запустится обратный процесс. Ну, новостройки упадут процентов на 20, может быть, и вторичка тоже подорожает, ну, наверное, может быть, на те же самые 20 процентов. По словам эксперта, застройщики это предвидят и делают все для того, чтобы не допустить резкого падения цен. В разы притормозили строительство новых домов. На рынке сейчас и без этого очень большой объем нераспроданного жилья. Там несколько сот тысяч квартир, которые сейчас выставлены на продажу и не могут найти своего покупателя. Близ к этому, если будет дополнительный ввод жилья, ну вот, рынок будет перенасыщен предложением еще больше. Чтобы такого не было, они стали снижать предложения. Пока в Калининграде наибольшей популярностью пользуются типовые однокомнатные квартиры. На одном из самых популярных сайтов объявления опубликовано 4000 предложений таких отдушек в разных районах города. Во-первых, это квартира в Ленинградском районе, в районе улицы Артиллерийская, в районе Насельме. Стоимость этой квартиры однокомнатная около 5 миллионов рублей. Плюс, если отделка, то там где-то от 600 тысяч идет на отделку. Вот самая популярная квартира сейчас. Но, несмотря на рост калининградских цен до московских, нам еще далеко. Там среди типовая одушка стоит 15,5 миллионов рублей. То есть почти в 2,5 раза дороже, чем в Калининграде. Впрочем, есть в нашем городе одна однокомнатная квартира, которая превзошла среднестоличный ценник. Ее продают за 19 миллионов рублей в рыбной деревне. Анатолий Холодников, Владимир Иваненко, Служба новостей. Два дополнительных пригородных пункта.